А еще раз приветствуем, друзья, всех наших слушателей. Ой, смотрите, как мы интересно выглядим. Собственно, как оно и должно быть. Мы хотели вам сказать и предупреждали вас, и говорили вам о том, что у нас сейчас раз и появятся гости. И вот они, гости у нас появились. Хотя гости очень относительное понятие нашей коллеги, которую мы сегодня позвали в наш такси. Ну, во-первых, давайте еще раз назовемся это Марк Лепфиш. Из-за СБТ. Ну, и с большим удовольствием мы сейчас приветствуем в нашем эфире Юлю Гениш. Юль, здравствуйте. Привет, здравствуйте. Сейчас, наверное, кто-то удивится и скажет, что это вы как пересеклись, ребята, в нашем такси. Ну, во-первых, у нас не так часто выдается такая возможность с людьми, с которыми мы работаем вместе. Есть действительно не только схема, так сказать, привет пока и смену сдал, смену принял, но еще и пообщаться. И на самом деле мы не очень часто пересекаемся для того, чтобы даже пожелать друг другу хорошего настроения. Несмотря на то, что видимся каждый день. Несмотря на то, что с Юлей мы не очень часто пересекаемся, это так, но стараемся всегда как-то с улыбкой передавать друг другу эфир, потому что это особая тема. Но сегодня мы позвали Юлю по поводу. Ну, не только потому, что хотелось поговорить и пообщаться в режиме вольного плавания, не обязательной программы, а еще и потому, что решили вспомнить, что у каждого из нас, помимо нашей основной миссии в эфире, это ведение эфира, есть еще какие-то удивительные свойства и качества, которые нам в этом помогают. И в частности, многие, конечно, знают из наших слушателей, наших зрителей, что Юля, помимо того, что радиоведущая, еще и певица. Да. Юль, ты знаешь, действительно эта история помогает во многом в сегодняшней твоей уже ипостасе, как ведущей, и поэтому мы хотели спросить тебя, вот эта самая певческая подушка, в кавычках, когда она начала вышиваться, когда она начала создаваться, каким образом? То есть... Где и как? Вернемся к истоку. Как ты красиво сказала, певческая подушка. Ну, она, как знаешь, подушка безопасности, которая всегда приходит на выручку. Знаешь, вспомнила фразу, да, что каждый человек должен иметь какое-то ремесло в руках, да? Почему мальчики со скрипкой ходят? Потому что, если что, высокие технологии куда-то отошли, бизнес пропал, всегда можно и душу вложить, и пар выпустить, и вот она мелодия души. Это старинное, знаешь, было учение наших родителей, что ты знаешь, человек должен иметь профессию в руках. То есть если ты умеешь играть и петь, это всегда тебе поможет. А то, что ты старший научный сотрудник, это все потому что. Это тоже. Итак, с чего началось? Именно вот возможность подать голос. Да, кандидатская пришла намного позже. Знаешь, микрофон в руках появился, наверное, лет с четырех. Тогда у мамы и папы в институте, они оба педагоги-профессора музыки, у них в их огромном музыкальном масштабе был, по-моему, концерт, посвященный 8 марта. И я помню, как мой микрофон в руках оказался, и я просто поняла, что ага, вот оно, и я могу говорить. Говорить, делиться тем, что чувствую, через микрофон, и я пела, и это было настолько естественно, что я не думала очень долго, не думала, не предполагала, что это может быть трудно или как-то по-другому. То есть для меня это была какая-то особая штука. И всю жизнь, наверное, микрофон рядом, и это был микрофон ведущего праздников также, тоже совершенно случайно. Это был микрофон, конечно же, записи в студии. Это был вот сейчас уже радиомикрофон. И радиомикрофон превратился из микрофонов, которые я должна была петь во сне. И я тогда ещё не поняла. Это был сон. Я не из серии мистики, в которые верят, трам-пам-пам. Нет, это просто действительно, я тогда только приехала на эту землю, по эту сторону океана. Эта земля, я сейчас могу всем сказать, абсолютно помогает, если есть мечта, её осуществить. Реализовать. Да. Это действительно какая-то удивительная земля. Особая, да, особая какая-то. И вот тогда я после долгого-долгого времени молчания, когда пела только своим детям колыбельные, потому что мой муж, звукорежиссёр, сказал как-то в разговоре со своими коллегами, которые собрались у нас, я там с пирогами, со всем остальным, у меня горе в семье, жена поёт. И я поняла, что я не могу. Своего мужа звукорежиссёра, там Андрей Субосин, такой великий звукорежиссёр. Это просто профессионалов, как правило, людей, которые пытаются рядом быть. Ты знаешь, мне очень понравилось. При этом же деле. Шикарная фраза тоже, вот так мы работаем со звукорежиссёрами, он сказал, что ты знаешь, я настолько давно и долго работаю с своими родственниками, которые меня поют, да? Он говорит, когда я ему сказал, что знаешь, вот у нас есть товарищ, нам надо, чтобы он спел, но у него, к сожалению, нет ни слуха, ни голоса. Он говорит, а он таблицу знает, или азбуку знает, да, напой пускай каждый хотя бы по одной буквы. Ты же знаешь, что мы творим чудеса. А, соберёт, да? Да, то есть я хотел сказать, ты понимаешь, почему, наверное, он сказал, что это моя проблема, потому что он начинает понимать, что тут ответственности немножко больше. Да, конечно, это ответственность, я думаю, в первую очередь была. Ну, хорошо. Думаю, что это ещё как-то по-другому, потому как, когда наша дочка села сюда здесь за пульт на радио, да, к микрофону, она тоже всегда имела возможность сделать маму микшером потише, да? Ведь это ни у кого нет, когда мама начинает говорить. Ну, ладно. Так или иначе, я поняла, что сейчас сцена закончена, я осталась дома с детьми и пела им колыбельные. И только через много-много лет, когда уже появилась «По эту сторону океана», вдруг на одном из событий, open mic джазовый был, моя сестрёнка записала меня в книгу, когда я могла просто подойти к микрофону и спеть, на сцене была только одна контрабасистка. Высокая, роскошная, американская женщина. И я поняла, что очень хочется, чтобы это был только контрабас, и можно было спеть то, что душа просила. Это была одна из таких, ну, как бы джазовых стандартов, культовых джазовых вещей. Но на самом деле две. «Бай Бай Блейберт», которую поют под контрабас только, да, с контрабасом, и «Крайми Ривер», которая тогда прозвучала тоже только вот дуэтом. И тогда я поняла, что да, начинается какая-то новая история, потому что сразу же человек, который делал этот ивент, подошёл, пригласил ещё спеть, потом ещё спеть. И когда я сказала, что нет, вы знаете, у меня нет рабочей визы, гостям могу, а вот участвовать в концертах нет, он сказал, так давай попробуем сделать О-1. И получилось, поэтому поняла, что можно верить дальше и в этот микрофон тоже. То есть получилось, извини, перебью тебя, получилось, что у тебя вновь как бы заново всплыла тема исполнения. И вот когда она только началась, приснился тот самый сон. Вот это в начале эмиграции здешней, да, по эту сторону океана. Этот сон как-то так странно был, что я перед сценой стою за кулисами, я вижу деревянные полы, я вижу, что сцена большая, и зал я слышу, и дыхание зала, и понимаю, что иду к микрофону, и кто-то за кулисами говорит, дайте ей микрофон, чтобы петь. Людям снятся такие шикарные сны. Не говори. Я тоже вот хочу попробовать. Практически пророче. И как только вот этот голос прозвучал, и я иду к микрофону, понимаю, что у меня внутри все готово, чтобы вот петь сейчас микрофон, причем это была какая-то классическая постановка, какую-то я высокую ноту должна была взять, и вдруг голос еще значимей, но не громче сказал, нет, дайте ей микрофон, чтобы жить. И я проснулась с запахом сцены. И я еще не поняла, что это значит. И через неделю Борис Тензор, вот мы пришли на это радио с ним, он пригласил делать программу вместе, к СОДУС мы тогда начали здесь, 9 лет назад, и я осталась с радиомикрофоном. С радио, чтобы жить? С микрофоном, чтобы жить. Ты видишь? Хорошо. То есть, смотри, вот есть группа, допустим, скажем так, певиц, которые из своей профессии, певиц профессиональной, ну, возьмем всю эти кватору. Да. Сразу из профессии шикарной, молодой, красивой, талантливой певицы, которая имеет свою группу, становится радиоведущей, то есть вот этот опыт, он перетекает. Так у тебя получилось, видимо, то же самое. Ты знаешь, я даже не могу сказать, наверное, к какому-то моменту, как вот говорят, что философию нельзя изучать с пеленок, то есть нельзя после школы сразу поступить на философский факультет, или, ну, как, у меня было несколько таких путей познания мира, высшего образования, я действительно защитила доктора, прости, господи, кандидатскую диссертацию, нет, больше не хочу в науку, да, у мамы тоже кандидатская, и вот, наверное, это накопленное, что позволяло выстраивать свои ассоциации немного больше, чем у людей неопытных, неискушенных, да, у тебя огромный опыт, Марик, на радио, у Зои суперпрофессиональный опыт, понятно, что вы можете быть в эфире и вести, и вот я, наверное, тоже подошла к этому, и когда радиомикрофон появился, пришлась ко двору. Ну, так это здорово. Ты знаешь, давай мы сейчас, прямо сейчас, для того, чтобы мы начали... Чтобы не быть голословными, да. Да, на певческой карьере, давайте мы сейчас просто послушаем одну из твоих песен. Ой, а какую песенку вы хотели услышать сейчас? А мы вот поставили Надю и тебя... Ой, да, это мы с Надей сделали дуэт. Скажите, кто Надя. Скажите, кто Надя. Моя Надя приехала, сказал Мария. Моя Надя приехала, да, это точно. Надя Гениуш, моя родная сестреночка, моя подруга, друг. По сути, вторая половина абсолютно. Ты знаешь, наверное, да. Наверное, самый большой подарок, который сделали мои родители мне, это вот, когда появилась моя младшая сестренка. И мы вместе сделали этот дуэт, приехали, кстати, в Майами, встречались с нашими девчонками, там в майамской студии, половина видео, собственно, оттуда. И мамочка наша тоже в кадре. То есть я, наверное, была подарком для нашей старшей сестры на строе у родителей, а вот моя младшая сестренка, это мой подарок. Ну, замечательно. Сейчас послушаем, потом продолжим, никуда не уходите. Юль Гениуш, такси на Дубровку, он наша сегодняшняя коллега и гость. И так бывает нечасто, но вот сегодня так сошлись. А рядом с такси сегодня будут байкеры, потому что в клипе как раз байкеры. Ну, просто все сошлось. Ветерок раним утром, не спеша мел асфальт под окном. В нашем дворике грустном Все, как прежде, но есть одно но. Час разлуки настал, Новый день без тебя я встречаю И грущу неспроста. По тебе бесконечно скучаю Дым твоей сигареты Из кино два билета В то холодное лето, Когда встретились мы И в длину звездных кружек Был ты мне очень нужен, Но не вышло все это До прихода земли Вчера было солнце, А сегодня готов эпилог В саду за оконцем Две семницы ведут диалог Вот сюжет для любви Я завидую птичьему счастью Только между людьми Все кончается вдруг в одной части Я завидую птичьему счастью И в длину билет И в кино два билета В то холодное лето, Когда встретились мы И в длину звездных кружек Был ты мне очень нужен, Но не вышло все это До прихода земли И в плену звёздных кружек Будешь вновь ты мне нужен Ты отдай мне то лето До прихода Земли Ну вот, совершенно замечательная возможность у нас была не только увидеть, как здорово общается с теми, с кем общается в эфире Юлия Генюш, наша коллега. Это «Токсин Дубровка», мы напоминаем, мы продолжаем наше движение. На борту у нас не только Юля ведущая, но и Юля певица. Мы начали говорить об этом, просто возвратились к истокам. У каждого, как мы уже сказали, есть какие-то свои творческие возможности оттуда, из прошлого, которые, собственно, делают наши сегодняшние, и наверняка еще и формируют наше будущее. Еще вопрос, еще вопрос по поводу с надеждой. Скажи, пожалуйста, ну вот сейчас, несмотря ни на что, то, что ты работаешь сейчас радиоведущей, все равно певческая карьера продолжается. Да, то есть на этом, знаешь, вот иногда бывает такой момент, когда человек переходит... Ну переворачивает страницу и закрывается. В твоей ситуации певческая карьера оставляет. Вы знаете, я вот не могу обозначить, что я карьерист. Вот это жизненное пространство, ведь на чем фокус делаешь, то, собственно, и растет, да, то, что и продолжается. Музыка никогда из фокуса не выходила. Вот как мы родились в музыкальной семье, и она, музыка, это продолжается. Поэтому и друзья-музыканты, которые вот эту же музыку творят, да, рядом, и как-то обрастаешь тоже новыми предложениями, как это случилось, вот когда мы с Малежиком, с Вячеславом были в одном эфире. Мы, правда, давно знакомы, уже, наверное, лет 30, но после того, как мы в одном эфире вспомнили прекрасного музыканта Дмитрия Галицкого и вспомнили одну из его песен, он мне когда-то давно ее, еще в 91-м, показывал, и она была одной из любимых, вдруг выяснилось, что, оказывается, Слава вместе с Димой записывали эту песню в 76-м. То есть 76-й, 91-й, и он сказал, а что, давай дуэтом споем. И мы подумали-подумали. И создали новую версию. И это не останавливает ничего, так как музыкальная программа, музыкальный салон в эфире, и так как гость музыкального салона, и так как старый друг, это просто, ну вот, environment, да, то есть жизнь вот в этом потоке. Знаете, говорят, что главное, когда в этом потоке идешь, и поток этот чувствуешь, не прибиваться к берегу, потому что вот этот поток, он уйдет, а потом войти уже нельзя в одну воду, войти даже, уже в другую заходишь. Значит, да, это, конечно, существует, но, значит, вот смотрю, я заметил такой маленький нюанс, что, в общем-то, если радиоведущие, то есть музыканты, певцы идут в радиоведущую, ну, значит, это уже направление, новый элемент жизни, то почему всегда это хорошо получается? Потому что человек привык, а, к микрофону, б, он привык к сцене, в, он знает, о чем идет речь, и, как всегда, значит, человек, имеющий опыт музыкантов, певцов, работая на телевидении, на радио, всегда, скажем так, у них всегда есть плюс один, называлось, вот нам как-то говорили этот момент. Так и есть. Это интересно. Знаешь, я хочу сказать, что, наверное, вот то, о чем Марик сказал, создает и направление работы в эфире тоже, потому что это своего рода такая связующая история, такая ниточка, которая тянется, вот если у тебя было певческое прошлое, если каким-то образом оно осталось певческим, настоящим, то есть каким образом оно трансформировалось в твоих программах, вот воплотилось в твоих передачах на радио. Сублимация, сэр. Мне не хватало сцены, мне, конечно, не хватало выплеска вот этого, который я очень долго в тебе держала. Это вот именно то время молчания, когда я только колыбельные пила детям. Я очень дорожу это временем этим. Даже, по-моему, одно видео есть в интернете, когда я от кормления до кормления жила совсем маленьким малышом, это тоже младшая моя третья дочечка, и попала совершенно случайно со своей племянницей на проект, который назывался тогда какой-то микрофон, то ли золотой микрофон, Александр Бутов и же с ними, это караоке, такая история была. И когда ко мне подошли с тетрадочкой, сказали, а вы тоже будете петь? А я сказала, да нет, мне, пожалуй, сейчас только вот колыбельные можно. И вдруг выяснилось, что, во-первых, меня не своим именем назвали, потом переправили, да, именем племянницы, которая меня тут привезла, Маша зовут её. И вдруг колыбельные большой медведицы. Ух ты! Да, и как бы имя было. И я в растерянности вышла на сцену, у меня какие-то короткие штанишки, огромная кофта, потому что кормящая мама, сами понимаете. Знаете, на самом деле, как серая уттица, да, потому что когда у тебя маленький малыш, тебе не хочется яркости, тебе хочется вот закутаться, и чтобы вот не нужно никуда отсвечивать. Но тут микрофон появился, и это тоже спелось. То есть вот это в то время, когда не хватало очень, когда вот можно было помонять. Ну давай, ты знаешь, это здоровская история, когда действительно вот ничего случайного не бывает, просто важно этот случай поймать, особенно когда тебе его судьба предоставляет. Я всё же хочу вернуться к радиопередачам и к музыкальной направленности твоих программ. Музыкальный салон, наверное, одна из таких целевых, да, о которых ты спрашиваешь. А заметьте, не я это предложила. Так оно и есть, конечно. 9 лет в эфире, музыкальный салон, Серж Ловти, автор идеи. Мы связываемся нашими радиоканалами, и действительно интересно получается, что в прямом эфире сначала, до пандемии, это были живые концерты, а это дорогое стоит. Конечно. Целый состав, когда выруливается там, гениальный звукорежиссёр. Работал Сергей Смолявский на проекте, там в московской студии это было, и оттуда вот весь этот поток музыки. По сути, в режиме реал-тайм, да, это происходило. Да, и вот ты понимаешь, когда артист вот только-только спел, как он споёт, поёт для стадионов, да, вот он просто выходит из этого состояния, и он ещё не остыл, и тут мы продолжаем общаться. И дальше это как будто-то и за кулисами, и на сцене сразу, и, конечно, там на этом стыке, это энергия, какой-то просто наркотик был, да, этого ощущения. Потом это превратилось, ну, действительно, в закулисную историю, но на хорошей планке, в хорошую планку мы держим. И сейчас вот мы с продюсерским центром Игоря Сандлера связались. Кстати, Игорь здесь был три недели назад. Да, совсем недавно. Да, это было просто удивительно. И продолжаем встречаться, опять же, в прямом эфире, опять же, чтобы знать и видеть лица музыкантов, которые реально что хотят, света, мира. Они реально понимают картинку, держат ее, потому что новости – это одно. Вот это тоже наш фокус на новостях, которые мы обобщаем и которые мы, понятно, держим в голове. И тут вот реальный человек, который реально говорит, у меня другое. Вот смотрите, вот я что думаю, вот что я чувствую, и я не один. То есть его видно, он масса, публичный человек, вокруг него вот та масса людей, которая думает и слышит, как он. Поэтому очень важно в музыкальном салоне вот эту вот настройку. Тонсляция. Да, она не позволяет сбить настройки. Ты знаешь, очень, вот я даже один или несколько раз участвовал в твоих музыкальных салонах. Очень интересен всегда момент то, что наш радиослушатель может вот в реал-тайм услышать музыканта не только как он исполняет на салоне, а кто он есть в жизни. Конечно, потому что личность всегда интересна. Это очень интересный момент. Более того, вы знаете, вот поверьте, ну, юльному опыту, само собой, знания огромного количества, назовем их так, выполнителей, да, все. Они настолько интересные люди бывают, но как-то один раз мне сказали, что, ну вот, а вот как вы знаете, вот как вы думаете, вот Саруханов, ну ведь он сложный в жизни. Я говорю, почему вы считаете, что он сложный? Я говорю, это один из самых интересных людей. И вот, знаете, вот часто, мы, наши передачи, мы с тебя меняем, очень часто видим смс-ки, люди как раз пишут, спасибо за то, что представили исполнителя совершенно в другом ракурсе. То есть не только у микрофона певческого, а у студийного, где он о себе рассказывает, рассказывает свое мнение, свои, скажем так, свои ощущения с определенными песнями даже. Вот я как раз хотел задать вопрос, вот, смотри, мы сейчас услышали, у нас был дуэт, но я думаю, что давайте мы послушаем песню, где есть сольное исполнение. То есть, знаешь, ну, как говорится, дуэты всегда считаются, когда музыкант идет на дуэт, это, знаешь, это второй этап в жизни, это очень интересно, это очень сильно, вам Юля как-нибудь передача расскажет, это большое дело, когда музыканты, особенно, когда два сильных музыканта создают, вы знаете, это песня Аллы Борисовны Погачевой, «Две звезды». Это действительно, я сейчас проведу сравнение, почему. Что это роскошно. Это действительно сравнение, когда две звезды начинают петь одну песню, песни дуэтом, это шикарная вещь. Ну и вот хотелось бы как раз обратиться к сольной твоей карьере, и вот у нас, знаешь, у нас есть одна песня, очень интересно, я как-то будучи, мы были на программе, я увидел эту песню, и я спросил, как раз тоже Зою, Юля, ты же наша ведущая, да, и вот была песня «Шанель», я говорю, слушайте, давайте, я ее действительно не слышал, в эфире, и я думаю, что если мы сейчас поставим, ты понимаешь, что это очень интересно, когда ты видишь, знаешь, как в общем списке наших песен плейлист идет, и ты увидишь, послушай, а Юля, гений, «Шанель», какой «Шанель»? Да, это ее песня, а давайте ее послушаем, и вот, друзья, мы сейчас в нашем интервью... Четыре года назад была снята, снят этот клип, очень интересно, мне кажется, Валерий Баринов там снимался, помните, такого замечательного актера, очень трогательно, очень, мне кажется, чисто она звучит, именно на уровне ощущений, какие-то там были интересные вставки, кадры из советского времени, Ну, бонтажер, постарался, видно. Да, хорош, профессиональный Данил Девиджиев, очень хороший режиссер снимал, кстати, вот Алик Мамедов снимал клип «Дым», очень хороший человек, в Майами снимает, очень круто, пожалуйста, если вдруг кому-то нужно видео, это туда, и Алик Мамедов, и сейчас он оператор Юли Радлер, и подрабатывает также, и вот этот клип снимал Данил Девиджиев, очень буду рада, если вам тоже он понравится, хотела еще буквально одно слово про музыкальный салон, вот сегодня в музыкальном салоне, например, были две новых группы, молодых, один среднего поколения, который еще там много лет назад творил рок-оперу «Фредди», которая была там, наверное, ну, да, 8 лет назад, да, сделана и снята, она есть в интернете, можно посмотреть, а вот еще одна новая группа, ребята в открытую говорили, что мы располагаем на площадках по ту сторону океана свой новый альбом, и мы понимаем, что существует некий железный занавес, и мы своим творчеством очень хотим его качнуть, потому что мы не можем расположить на спотифайна, и мы ждем, когда это все обратно вернется, скажите, где мы могли бы услышать такое открытое мнение в прямом эфире, чтобы музыкант, которому 28 лет, сказал вот так, я вот так думаю, я вот так чувствую, я понимаю, что сейчас происходит, и вот дайте мне такую возможность. Без всевозможного преодоления чего-либо. Вот мне кажется, что вот этот еще открытый микрофон, когда... Ну, предоставление собственной площадки для открытого микрофона без всяких трансферов, конечно. Давайте предоставим площадку певицы Юлию Гениушу, и давайте послушаем ее песню. Давайте послушаем, мы еще вернемся, никуда не уходите, такси на Дубровку Юлию Гениушу в самых разнообразных апостасиях сегодня в нашем такси. Замирает проза ветров, проза миров, взгляд в тишине. Ах, на шляпе, павлине перо, запах Коко Шанель. Сонный парк засыпает листой наших следов, слов острова. Ах, какое твое волшебство прячется в рукавах. Шанель давно равно любовь для тех, кто посвящен. Шанель давно равно любовь и кое-что еще. Солнце в бликах, словно павлин, но холодок пройдет по спине. Если рядом тонко возник запах Коко Шанель, сонный парк засыпает листой наших следов, слов острова. Ах, какое твое волшебство прячется в рукавах. Шанель давно равно любовь для тех, кто посвящен. Шанель давно равно любовь и кое-что еще. Шанель давно равно любовь и кое-что еще. Ах, какое твое волшебство которое свердит за муку и кое-что еще. Ах, какое предвоз Carlo Шанель Шанель давно равно любовь Для тех, кто посвящен Шанель давно равно любовь И кое-что... Шанель давно равно любовь Для тех, кто посвящен Шанель давно равно любовь И кое-что еще Шанель давно равно любовь Для тех, кто посвящен Шанель давно равно любовь И кое-что еще Такси на Дубровку Кто заказывал такси на Дубровку Еще раз привет всем, кто заказывал такси на Дубровку Мы продолжаем И у нас Юля Гениуш в нашем такси сегодня Юлика, еще раз здравствуйте Еще раз привет Всем привет, мимо кого мы едем Да, это для тех, кто только подключил Это для тех, кто только-только с нами Говорим о музыке Говорим о том, что нас держит в состоянии позитива в непростое время Что позволяет музыкантам сегодня транслировать свою позицию Без всевозможных цензурных моментов напрямую И во многом это происходит Благодаря одному из проектов Юли Музыкальный салон Вот на этом остановились То есть продолжим Продолжим Спасибо, очень хотелось вспомнить момент Вот мы говорили о том, как мы все тут связаны Валя Легкоступова была у нас с гостем Да Как здорово, когда мы можем вспоминать это по-человечески С большим теплом, с открытой душой и сердцем Вальчика, конечно, очень светлый человек была Несмотря на сложнейшую судьбу Просто удивительно сложную Сколько ей довелось Да И Марик тогда зашел в эфир и сказал У меня был случай Я здесь зашел в кафе А там ягоду-малину поют на китайском языке Да еще уверяют На вьетнамском На вьетнамском На вьетнамском Еще уверяют, что это их народная песня Да Ты понимаешь, это популярность Это было Я приехал как раз на радио На передачу Я не знал, что будет Легкоступова И в этот момент я захожу И слышу Юля с ней вместе А на флешке была эта песня Я Юлю показываю Да, сразу стюнули Я говорю, есть сюрприз Давай мы быстренько его сделаем Валя была в шоке просто Это действительно ситуация Когда в вьетнамском ресторане Ты слышишь и звучит песня Популярнейшая песня Которую знает каждый житель Бывшего Совета Союза Это было Это, знаете, когда-то даже Кто-то сказал А, это ягода-малин Ягода-малин Да, шикарный И вдруг Вдруг она звучит на вьетнамском языке Я подхожу к менеджеру Я просто говорю Можно один момент А что это? Он говорит, это наша национальная Самая популярная песня Вот так Я говорю, одну минуточку И товарищ начинает ему переводить Что это никак не может быть ваше Он говорит, ну как Это самая популярная песня в Вьетнаме Этот исполнитель Ее написал и спел Я говорю, знаете что? Я попросил просто этот диск Я не стал спорить А когда мы диск получили Ну поверьте, там еще есть Несколько песен Очень известных исполнителей О которых они даже не знают Надежда Да Ему надо сложно славе рассказать Да Но Валя Я помню ее Реакцию Да? Для нее это было Она попросила сразу Ребята, можно мне эту песню? Мы говорим, конечно Я сказал, знаете, я еще поищу На этом самом Может быть где-то в эфире Может какие-нибудь китайские товарищи спели Может быть Может монгольские спели Это же приятно Надо дождаться Но это приятно, потому что песня шикарная Ты знаешь, Юль, хочу, чтобы буквально еще не так много времени осталось Если ты упомянула другие проекты, связанные с музыкой Да, конечно Ты знаешь, в программе «Говорю обо мне» Которая сейчас идет по воскресеньям в 11 утра Она открыта для всех и актеров, и музыкантов, и продюсеров И буквально, да, авторов книг И талантливых бабушек и дедушек Которые также приходят и приводят детей То есть возрастного ценза нет? Ты знаешь, не то чтобы даже возрастного Это все те люди, которые воплощают свой потенциал душевный Талантов своих здесь, по этой стороне океана Да Или у кого такая многомерная жизнь Когда и там творят, и здесь Вот почему-то мы все-таки разделяем океаном наши эти жизни Жизнь здесь и там И пускай это будет только океаном Пускай больше никаких границ Очень интересный проект детский Утренний звездочек, который идет также по воскресеньям с 10 утра Туда приходят талантливые дети, которые поют Ну вот Которые также, ну не только эти А также у нас есть там кулинарная страничка Которую видят Орелли Стейсен Также детки рассказывают и о мультиках, и о фильмах И о каких-то очень интересных фактах Вы знаете, что комар, например, может 64 километра лететь за едой? Вы представляете? А вот этот писк комара Это не от того, что он пищит А от того, что у него крылышки так быстро трепещут Это надо задавать Так что вот это все вот И все это в прямом эфире И от этих детей ярких, свободных, американских, двуязычных, трюязычных Кто тут вот за микрофонами сидит Можно ожидать всего чего угодно каждую следующую секунду Да, конечно, мы договариваемся, но у нас нет муштры У нас нет выученных фраз, заученных тем Они их готовят У нас есть своя система Чтобы это было, если кто-то не может писать на русском языке Зарисовок там звезд Как звездного неба, по которым они ориентируются И это, конечно же, свободное общение в микрофон Общение между собой И имеется в виду, что радиослушатели Которым должно быть интересно Своя система жестов, если человек много говорит То есть в любом случае это творчество Это действительно творчество И это возможность импровизации в том числе И опять же, открытый микрофон для талантливых детей Которые с той стороны океана тоже могут все что угодно залепить Вы знаете, давайте-ка мы предоставим открытый микрофон Одному из популярнейших людей по ту сторону океана Назовем его так Это Вячеслав Малижик Сейчас у нас будет свой маленький мост, Юль С Малежиком Да, и вы знаете, я могу буквально полуслова сказать Как-то Юля перед тем, как эту песню озвучили в эфире Дуэт Я как раз пришел, приехал на работу И мне Юля сказала Есть одна новая песня Я хотел бы, чтобы ты ее послушал Я тогда послушала Она еще была, как Юля сказала Не до конца даже смикширована Но дуэт шикарнейший Сейчас мы послушаем, что из этого получилось Давайте А клип вот-вот будет готов тоже Я обязательно вам Давайте мы в такси его презентуем Давай Давай Мы поедем в нашей машине Прозвучит У нас будет такое право первого прослушивания Давайте прямо сейчас ее и поставим Юль, спасибо тебе большое за то, что пришла Спасибо И еще дополнительно за шлейф творчества Который зачастую в нашей обычной реальной жизни вытеснен Если не вовсе, то иногда на второй, третий, пятый план А зачем же, знаете, вот это обязательно нужно вернуться Когда говорят, вернись к себе, да Вот это, наверное, вспомнить, что в детстве делал настолько, что забывал все Да И вот это вот оно Вот Юля Генюш А ты что делала, Зоя? Танцевала? Ты знаешь, мы об этом как-нибудь поговорим Поговорим А ты, Марик, пел? Конечно Мы пригласим нас к себе на программу Чем мы, собственно говоря, должны заняться в ближайшее время Всем спасибо, друзья Пассажирам такси на Дубровку Зрителям тоже Юля тоже На бульваре сирень цветет Как дурманят ее цветы На балконе дежурит кот Под балконом дежуришь ты И лечуя, не чуя ног На бульвар, где сирень цветет В твои руки мой юный бог В твои лапы мой милый кот Ночь, калитку на засов Город спит, как птицы лов И манит меня твой зов Бестыжий в приворотный час Соблудиться в самый раз В глубине любимых глаз Моя жизнь Как ты неженый, как ты грубь Да и глуп ты, как все юнцы И слова с твоих жарких губ Словно школьные леденцы И лечуя, не чуя ног И безудержа мой полет В твои руки мой юный бог В твои лапы мой милый кот Ночь, калитку на засов Город спит, как птицы лов Город спит, как птицы лов И манит меня твой зов Бестыжий в приворотный час Соблудиться в самый раз В глубине любимых глаз Мой рыжий Ночь, калитку на засов Ночь, калитку на засов Город спит, как птицы лов Город спит, как птицы лов И манит меня твой зов И манит меня твой зов Бестыжий в приворотный час Соблудиться в самый раз В глубине любимых глаз Мой рыжий Прежим Режей Режей Субтитры создавал DimaTorzok